Итак, продолжаем нашу лекцию. Сейчас заключительно отработаем тему. Мы разобрали основные все аспекты, то есть как в общем виде строится скважина, каким оборудованием, какие могут быть осложнения. Сейчас последняя лекция, она как бы подводящий итог. Мы посмотрим, какие бывают разные технологии. Понятно, что мы не будем рассматривать сверх какие-то сложные аспекты, то есть как, что, зачем, алгоритмы. У нас никогда на это время не хватит в рамках двух часов. Наша задача просто свой кругозор расширить, чтобы у вас было достаточно представлений по этой теме. Поэтому поехали. Итак, когда бурение – это легко? Я имею в виду, что в каких случаях бурить скважины легко, даже выражусь так, наверное, не совсем по-преподавательски, когда бурить скважины по кайфу, просто, дешево и прочее. Ну, кажется, когда все круто. А круто – это бывает в некоторых случаях, когда у нас хорошая инфраструктура рядом, то есть вот здесь рядом у тебя корот, оттуда людей ты берешь, нанимаешь, тут же электричество, тут же вода. Когда у тебя рельеф, вот под ногами ничего не надо уплотнять, просто, пожалуйста, поставил буровую в бури. И когда у тебя еще пласты удобно расположены, то есть когда вот это все у тебя взял, пробурил, и как бы ты счастлив. То есть вот это вариант такой, либо вот как Техас, да, то есть такая красотища, то есть все, пожалуйста, максимально удобные условия для бурения, ничего не надо делать, просто бури не хочу. Либо как-то в свое время шутка ходила про Азербайджан, да, что в Азербайджане редкий человек, пойдя копать туалет, ну, яму под туалет не наткнется на месторождение с нефтью. Ну, то есть были такие шутки. Но это, конечно же, круто, удобно и, естественно, это рентабельно, выгодно и денежно, и минимальный затрат и все. Но всегда ли так? И с точки зрения развития технологий заставило бы это бурение развиваться в том направлении, чтобы технологии были настолько разными, всеобъемлющими, специфическими и так далее, если бы все было так просто. Итак, как бывает чаще всего? Нефть бывает либо в труднодоступных территориальных местах, либо она может располагаться, ну, как-то под землей настолько неудобно, либо в таком состоянии, что ее банально простым методом не совсем удобно извлекать. Ну, и, собственно, что нам в этом делать? Что делать? Давайте пообсуждаем, что делать, если нефть в труднодоступных местах территориально на суше. Ну, это я уже говорил об этом, это метод наклон направленного бурения. То есть мы, когда бурим скважины, допустим, вот здесь у нас где-то болото, мы здесь не можем пробурить скважину, но мы хотим туда попасть в пласт. И поэтому мы бурим наклонную скважину до самого пласта. Но с чем мы сталкиваемся? То есть чем мы платим за это? Мы платим тем, что скважина наклонная, значит, у нее протяженность больше, чем у вертикальной. Нагрузки на инструмент больше, силы трения больше, изгиб инструмента больше, износ инструмента больше, стенки скважины обрушаются. И вот все по совокупности это осложняет процесс бурения. Как минимум, бурение становится дороже. Но нефти-то хочется. То есть тут все равно, что ты не поделай. Не надо говорить, что это только Россия. Все страны завязаны на углеводородах. То есть вот тот момент, когда все страны уйдут с углеводородов, тогда можно сказать, что нефть не важна. А сейчас она все равно один из основных ресурсов. Но следовательно, у нас вариант, да, это брать и бурить скважины кустовым методом. То есть мы должны в любом случае подбирать какие-то такие технологии, когда мы с одной, собственно, площадки ограниченной можем пробурить несколько скважин на разные пласты, либо на один пласт, но охватить значительно большую площадь. Собственно, в чем тут секрет успеха? То есть как правильно пробурить куст скважин, чтобы получить с этого максимальный эффект? Во-первых, нужно грамотно спланировать траектории, то есть чтобы вскрыть пласт в нужных точках, использовать специальное оборудование, то есть это специальное оборудование для наклонно-направленного бурения, и контролировать процесс бурения. Итак, грамотное планирование траектории. То есть основной момент заключается в том, что мы не хотим, чтобы наши скважины пересекались друг с другом, чтобы они не пересеклись. Поэтому один из вариантов, если ты сверху смотришь на траекторию движения боровой остановки, вот она перемещается, вот раз, два, три, четыре усть со скважин. И благодаря этому ты планируешь так, чтобы одну скважину в одну сторону забурел относительно движения станка, другую в другую, в одну в другую, в одну в другую. То есть ты стараешься по максимуму развести скважины, чтобы они даже близко не могли пересечься друг с другом. Ну и плюс ты еще можешь их по глубине, то есть начать кривить скважины на разной глубине. То есть эту ты начал кривить, допустим, с глубины 500 метров, эту с глубины 600, эту с глубины 700. То есть ты их по высоте разносишь для того, чтобы вероятность какого-то их сближения, пересечения была минимальной. Вот как раз-таки у нас и показан самый, так скажем, крупный куст, один из самых крупных кустов, который в мире был. Это называется октопус, я про него уже говорил сегодня. И здесь вот помимо всего того, чтобы правильно выбрать очередность бурения, то есть правильно разносить скважину, правильно выбрать глубину забуривания наклонного ствола, еще нужно правильно посчитать, а какие скважины будут все-таки выгодно бурить в рамках этого куста. Потому что, допустим, вот эту скважину, да, выгодно, но если мы возьмем вот эту скважину, она уже очень далеко находится в кустовой площадке, и если у вас нет соответствующих технологий или это будет слишком дорого, то вы ее просто по логике не должны включать в свой куст. Зачем он нужен? То есть если эта скважина будет стоить дороже, чем она принесет? Ну, вроде бы очевидный момент. Помимо этого, для того, чтобы бурить скважину кустовым методом, нужно использовать специальное оборудование. То есть это как минимум либо мобильные, либо передвижные установки, которые позволяют быстро перемещаться с точки на точку. И плюс мы должны использовать качественное оборудование непосредственно для искривления. То есть для искривления скважины мы используем либо винтовые забойные двигатели с углом перекоса, либо роторную управляемую систему. Плюс для контроля процесса бурения, конечно же, нужно использовать качественные телеметрические системы, телеметрическое оборудование, чтобы четко понимать, где мы находимся, в какой момент времени, и сравниваться с той траекторией, которую мы запланировали. Это очень важный момент, как раз таки, опять же, с позиции контроля процесса бурения, чтобы не задеть соседнюю скважину. Если у нас нефть находится где-то на море, где-то на море, под морем, тут проблема, как нам до нее добраться? Бурить под водой? Это не совсем вариант. Мы должны как-то быть на поверхности, но при этом добраться до дна. И вот у нас остаются вопросы. Как добраться до дна море инструментом? Как бороться с качкой? Потому что на море же есть качка и бушует ураган. Что тут? Надо как-то подстроиться под это. И, конечно же, как добраться до точки бурения в море? То есть не до дна, а до точки бурения. То есть, грубо говоря, где нам поставить эту, собственно, платформу либо еще что-то, с чего мы будем бурить скважину. Итак, как добраться до точки бурения в море? Здесь варианты есть в зависимости от того, какую мы буровую установку выберем. Можно использовать стационарные буровые установки, такие как буровые основания. Это буровые острова либо морские стационарные платформы. Особенностью их является то, что они неразборные. То есть ты раз создал, и все, они остались всегда на том же месте. Ну, если сравнить между собой буровые острова и платформы, платформы, они просто сделаны из более мощных монолитных материалов, качественные, весьма дорогие. Весьма дорогие. И это, собственно, как бы позволяет им долгое время прослужить. Буровые острова, они используются на небольших глубинах, ну и сравнительно недолговечны по временной эксплуатации. Полустационарные основания. Это тот случай, когда буровая установка может плыть до места бурения либо может буксироваться. Потом она каким-то образом контактирует с дном моря. Например, у нее выдвигаются, как у самоподъемных буровых установок, вниз ноги, и она на ногах поднимается относительно моря. Либо она просто набирает в себя какую-то балластную воду, садится на дно водоема. Либо она набирает балластную воду и подгружается. То есть подгружается и касается, опять же, дна моря. Только разница между болотными баржами и погружными буровыми установками в чем? Болотные баржи, они как бы монолитные. То есть они воду набрали и сели пузом на дно моря. Здесь у погружных буровых установок, у них такие высокие колонны сделаны, у них здесь такие цистерны. Цистерны водой набираются, и они могут глубже просто просаживаться. То есть здесь разница чисто по глубине моря между ними. Но суть полустационального основания, что в процессе бурения у нас вот эта установка, она находится и контактирует с дном водоема. И еще один вариант – это плавучие основания. То есть это либо полупогружные буровые установки, либо буровые суда. То есть полупогружные буровые установки доезжают до места бурения, пригружаются по принципу поплавка и зависают над точкой бурения. Ну а буровое судно, оно просто тоже пригружает свои балластные цистерны и нависает на точке бурения, и таким образом вот в таком плавучем состоянии ведет строительство скважины. Как бороться в этом случае с качкой? Ну вот в принципе в процессе бурения морских скважин. Ну здесь вариант какой? Это чисто, если у вас жесткая простая система. Это морская стационарная платформа, но у вас проблем нет. То есть вы качку эту толком ощущать не будете. Да, есть будет какой-то эффект вибрации, но качки таковой не будет, потому что у вас жесткое соединение с дном моря. Дальше. Другой вариант – это использовать якорные системы. Ну якорные системы, они больше нужны для позиционирования вас над точкой бурения. То есть они вас не спасут, допустим, от вертикальной качки. Они могут вас защитить от перемещения вправо-влево. По крайней мере от сильного перемещения. Ну либо другая альтернатива – это система динамического позиционирования. То есть этот случай, когда мы используем не якоря, а компьютеризированные системы, которые ориентируясь на какой-то объект на дне моря, на какой-то локатор, они рассчитывают свое положение относительно этого локатора и подруливая автоматически возвращаются на точку бурения, ну на ту позицию, откуда нужно вести бурение. Это что касалось боковой какой-то качки, боковых перемещений. Помимо этого есть еще вертикальная качка. Она подразумевает перемещение вверх-вниз инструмента, то есть вместе с судном. И чтобы не происходило негативного воздействия на бурильные трубы, на бурильное голото, используются компенсаторы вертикальных колебаний. Идея заключается в том, что мы по факту в талевую систему ставим амортизаторы, которые гасят колебания возвратно-поступательные вследствие морской качки. И таким образом мы защищаем всю свою компоновку от каких-то негативных ударных воздействий. Как добраться до дна моря инструментом? То есть тут вариантов несколько. Можно построить остров либо платформу и бурить сквозь них. То есть это максимально простой, ну-ка, самый, наверное, простой с точки зрения технологической метод. То есть взяли, построили сооружение, через него бурим. Все шикарно. Но это бывает нередко дорого весьма. Либо другой вариант – это использовать райзеры. То есть вы пригнали судно, спустили на забой вот такую трубу, то есть до дна моря. Сначала плиту фундаментную спустили, потом спустили трубу под названием райзер. Он может быть либо гибкий, либо жесткий в зависимости от колебаний моря и от типа буровой установки. И через эту трубу вы введете бурение. То есть вы о чем здесь идея. То, что вы как бы спускаете инструмент не через море, а через трубу. То есть это уже сразу по факту как имитация вашей скважины. Ну, теперь поговорим. А что делать, если нефть находится в незавидных условиях? Ну, то есть как бы труднодоступно, трудноизвлекаемо. Что может быть? Такие варианты. Ну, как вариант – это бурить горизонтальные скважины. То есть если нефть находится, так скажем, у нас не очень продуктивный пласт, то почему бы нам не использовать себе в помощь горизонтальное бурение, когда мы будем большую часть пласта вскрывать стволом скважины и вести отбор нефти через эту вскрытую часть. То есть как бы увеличивать площадь контакта между скважиной и продуктивным пластом. Горизонтальные скважины – это те скважины, которые имеют достаточно протяженный интервал бурения по продуктивному горизонту. Основными их плюсами является то, что они позволяют увеличить объем добываемой нефти, увеличить дебет, и при этом, если мы правильно их пробурили, они позволяют снижать наши затраты, себестоимость добычи нефти. Но есть и минусы. Горизонтальные скважины мы ведем по пласту, то есть мы не должны ошибаться, что сложность ведения по пласту возрастает, особенно если пласт недостаточно толстый. И это существенно удорожает стоимость самой скважины. Это раз. Ну и во-вторых, если вы допустили в процессе бурения горизонтальной скважины ошибку, то есть, допустим, неудачно зацепили какой-то пласт водяной, то качество вашей скважины сразу несколько раз упадет. То есть тут тоже это надо себе отдавать о чем. В чем секрет успеха? Секрет успеха горизонтальной скважины – это грамотно спланировать траекторию. То есть нужно максимально далеко уходить от подвижных флюидов. Если у вас есть вода где-то рядом, значит, вы подальше от нее уходите, потому что она более подвижная, она будет стараться прорываться в скважину, оттесняя нефть. Ну, то же самое касается и газа. То есть это вот логика такая. Ну и помимо этого, в зависимости от того, какая у вас геология, то есть, допустим, в маломощных, ну то есть тонких пластах, логичнее вести посередине пласта ствол скважины. В толстых пластах логичнее вот так вот подсекать всю мощность пласта. В неоднородных пластах интереснее всего вести скважину таким вот зигзагообразным видом и так далее. То есть тут уже зависит от геологии того, как залегают наши горные породы. Помимо этого, при бурении горизонтов рекомендуется использовать специальное оборудование, такое как роторная управляемая система. И это тоже важный момент. То есть с той позиции, что мы благодаря роторным управляемым системам можем более четко и досконально контролировать траекторию инструмента и таким образом траекторию инструмента и скважины более качественно его вести по продуктивному пласту. Но понятно, что роторные управляемые системы, они, конечно же, стоят достаточно существенных денег и как оборудование по себестоимости, и как его эксплуатация. Ну и, конечно же, контроль качества бурения, контроль процесса бурения. Об этом я еще говорил много раньше, что важно использовать качественную телеметрию. То есть телеметрия – это, по сути, ваши глаза на забои. То есть чем больше вы информации получаете, тем меньше ошибок совершаете. Что делать, если нефть высоковязкая? Мы про это уже говорили. Можно использовать, в принципе, горизонтально направленное бурение. То есть и такой метод, такая технология применяется для добычи сланцевых нефтей в Канаде и, в частности, для добычи нефтей в Татарстане высоковязких бетуминозных. То есть здесь секрет успеха заключается в том, что нужно, главное, правильно подобрать условия бурения, потому что породы нам должны позволять бурить. То есть вот эта технология, она не может применяться, допустим, в очень твердых породах. Она не может применяться на очень больших глубинах. У нее есть определенные границы применения по глубине и по типу горных пород. Если мы туда попадаем, значит, эта технология нам пойдет. Породы должны быть устойчивыми к обрушениям, но мягкие относительно. И, собственно, глубина залегания не должна превышать нескольких сотен метров. То есть вот этого бетуминозного пласта. Мощное оборудование. То есть нужно грамотно подобрать вот такую буровую установку горизонтально направленного бурения, чтобы у нее хватало сил как проталкивать, так и протягивать инструмент. Потому что у этих буровых установок, у них нету принципа осевой нагрузки за счет веса. То есть они как бы проталкивают инструмент, и им нужен очень мощный привод. Должны быть подобраны качественные растворы, которые бы хорошо выносили разрушенную горную породу, обеспечивали бы защиту стенок скважины от обрушения, и при этом не позволяли бы загрязняться редуктивным бостом. Ну и, конечно, нужно по этапам все проходить. Вот здесь особенно важно это все делать. Нужно обычно как горизонтально направленную скважину бурить? Сначала бурится малого диаметра скважина, прокладывается траектория, и потом этот диаметр расширяется. Для чего это делается? Чтобы, грубо говоря, если вы начали большого диаметра скважину бурить, чтобы не получиться так, что вы бурили-бурили, наткнулись на какое-то препятствие, и потом заново пришлось бы этот ствол перебуривать, ну, то есть уже с другого, как говорится, зайдя с другой стороны условно. То есть пришлось бы заново воплощать эту идею. А здесь вы, если пилотный ствол тоненький пробурите, вы сразу уже будете, ну, во-первых, быстро это сделать, а во-вторых, вы будете уверены, что на пути нет никаких препятствий. И потом просто уже вот это расширять, увеличивать скважину будет проще. Что делать, если скважина уже старая и не дает нефти? Какие варианты? Это бурить новые. Но бурить новые не всегда рентабельно. То есть иногда это бывает просто банально дорого. Поэтому, как вариант, можно использовать ЗБС. То есть ЗБС – это не от матерного выражения всем известного, а от слова «зарезка боковых стволов». Хотя по факту ЗБС, «зарезка боковых стволов», она нужна для, так скажем, капитального ремонта скважины. Нельзя сказать, что это прямое бурение. Хотя там конкретно производятся буровые работы. Но по классификации это все-таки относится больше к капитальному ремонту скважины. Какие варианты здесь? Во-первых, вы должны правильно подобрать технологию и контролировать процедуру бурения. Что касается подбора выгодной технологии, есть два варианта. Это когда в старой скважине вырезается прямо часть колонны обсадной, цементируется интервал, и оттуда производится забуривание ствола. И другой вариант – это когда в скважину, в старую, спускают специальный отклонительный элемент, и по нему, используя фрезеры, вырезают окно в обсадной колонне, и после этого продолжают бурение. Ну, собственно, и у первого и второго метода есть свои достоинства и недостатки. Но сейчас чаще применяется и повсеместно вот этот метод вырезания окна, потому что он считается более быстрым и эффективным по совокупности. Ну и, конечно же, чтобы бурить боковые стволы, опять же, нужны хорошие глаза, нужна качественная целлюметрия. Здесь еще важный момент, почему? Потому что вы будете бурить скважину, скорее всего, в тех условиях, когда рядом уже много скважин набурено, и вам нужно обезопасить себя от возможности их задевания либо пересечения в любом, каком бы то ни было виде. Что делать, если пласт расчлененный? То есть, грубо говоря, не единая нефтенасыщенная толща, а какая-то там смесь чего-то там идет. В этом случае мы должны использовать обычно либо многоствольные, либо многозабойные скважины. То есть, для того, чтобы просто повысить эффективность каждой своей новой скважины. Успех бурения здесь зависит от того, как мы правильно подберем технологию и как мы будем контролировать этот процесс. То есть, разница между многоствольной и многозабойной скважиной заключается в том, что многоствольная борется, может буриться на разные пласты и охватывает площадь, а многозабойная, она бурится в основном на один пласт и охватывает объем пласта. То есть, в зависимости от того, что мы хотим получить, мы должны выбрать ту или иную технологию. Затем мы, собственно, уже в рамках многоствольной или многозабойной выбираем ту технологию, которая нам больше подойдет. То есть, многоствольные скважины, они бывают вот такого типа. Идет деление технологий, то есть, когда вырезаются, опять же, окна в обсадной колонне, либо там они заранее уже сделаны, а тут забыриваются. Но мы здесь на этом этапе не останавливаемся, это как бы варианты здесь представлены. То есть, мы сначала выбираем, что нам нужно, многоствольная или многозабойная скважина, ввиду наших особенностей пласта. А потом мы уже из всех типологий многоствольных скважин выбираем ту технологию, которая нам более интересна. Если говорить про многозабойные скважины, они делятся такие, как фишбон и радиалдриллин, радиальное бурение. Но это уже нельзя даже назвать такое, как прямое бурение. Это больше частные случаи на грани между капитальным ремонтом скважин, интенсификацией притока и так далее. Но все-таки пока это относится к бурению. По крайней мере, в нашу классификацию его впихивают. Ну и, конечно же, нужно грамотно контролировать процесс бурения. То есть, к чему здесь, собственно, картинка эта? Дело в том, что если вы при бурении многоствольной скважины допустите аварию, то есть пробурили 4 ствола и допустили аварию в основном в стволе, то вы, скорее всего, потеряете все боковые стволы, которые до этого были пробурены. Поэтому цена ошибки многоствольных, многозабойных скважин на порядок выше, чем в обыкновенных. Но это, собственно, и обуславливает их очень высокую стоимость. А что делать, если стенки неустойчивые? То есть, какие варианты можно здесь предпринять? То есть, стенки сами по себе горно-форно неустойчивы. Одна из идей – это бурение на обсадных трубах. Называется drilling with casing. То есть, бурение сразу с обсадной колонной. Здесь идея заключается в том, что мы не используем бурильную колонну в том виде, в котором подразумевается. И, собственно, используем, выбираем там технологию, которая нам наиболее подходит в данных условиях. Давайте обсудим. Бывают две технологии drilling with casing. Первая из них – это неизлекаемая конструкция. То есть, вы когда берете, собираете компоновку, долотой и так далее, вы просто спускаете на забой и вот этой компоновкой бурите. То есть, когда вы добурите скважину, вы просто переведете компоновку в положение цементирования и просто зацементируете ее. То есть, вот здесь все предельно просто. Когда мы говорим про вторую извлекаемую технологию, вы в рамках обсадной трубы подвешиваете компоновку с небольшим проходным диаметром и с расширителем. Вот здесь стоит расширитель. То есть, пока вы бурите, расширитель раскрыт и он создает такой диаметр, что проходит и верхняя обсадная колонна, вот обсадная труба. Когда вы добурите интервал, вы можете спокойно спустить инструмент вот сюда, захватывающий, схватить компоновку и поднять на поверхность. Обсадная труба останется скважиной. Вот такая извлекаемая конструкция, извлекаемая технология, она применяется при бурении наклонно-направленности скважины. Ну, то есть, когда тут нужна телеметрия, двигатель и так далее. Вот эта технология, она нужна для роторного бурения, то есть, когда кроме долота и труб больше особо ничего не нужно. Ну, и мы берем уже в реалиях своих, как бы оцениваем, а что нам рентабельно, какая технология, первая либо вторая, и вообще рентабельно ли ее применять, такую технологию в наших условиях. Может быть, стоит просто как-то, ну, помучаться традиционными методами и получить такой же результат, но чуть подольше. И вот тут уже идет оценка, выгодно это либо невыгодно вообще, ну, в ближайшей и в комплексной перспективе. Вот. Ну, бывает так, что давление в пласте маленькое, а ты все-таки хочешь, чтобы нефть сама шла к тебе на поверхность, ну, и чтобы пласт не загрязнялся. То есть, что здесь делать? Это как нужно бурить на депрессии. То есть, тут правильно сказать, не с депрессией, а бурить на депрессии. То есть, что это такое? То есть, это тот случай, когда вы в скважине создадите такое давление, которое будет меньше, чем давление пласта. И благодаря этому у вас более, так скажем, быстрее будет скважина буриться, более интенсивно и более качественный будет продуктивный горизонт. То есть, вы его будете меньше загрязнять по сравнению, чем с бурением на депрессии. То есть, при бурении на депрессии мы создаем такие условия, когда у нас давление скважни много больше, чем давление пласта. И это провоцирует, допустим, загрязнение того же самого пласта. А чтобы этого не было, то используется бурение на депрессии. То есть, когда мы бурим на депрессии, мы должны запоминать для себя то, что мы должны контролировать скорости бурения, свойства бурового раствора и, в принципе, предельно внимательно контролировать эти процедуры, потому что бурение на депрессии является реально самой сложной из ныне, наверное, существующих технологий бурения. Ну, а, собственно, когда мы говорим про качественное оборудование, мы должны подбирать специальное оборудование, которое будет нам способствовать нашему успешному бурению на депрессию. То есть, сюда входят такие вещи, как азотные установки для облегчения раствора, роторные устьевые герметизаторы для того, чтобы не позволять скважине сифонить, чтобы из нее не вылетал раствор в процессе бурения, а чтобы мы его отводили на безопасное расстояние и прогоняли через газ-сепаратор. То есть, когда мы реализуем вот этот комплекс оборудования, то у нас обеспечивается успешное бурение на депрессии, то есть, благодаря вот этим особым, так скажем, особым сочетанию оборудования. И это позволяет нам максимально эффективно и безопасно пробурить и отстроить свою скважину. Если этого оборудования не будет, опасность получения аварии значительно выше. И все же, в чем секрет успеха? То есть, если вот это все обобщить. В действительности, секрет успеха все равно решается до кадра. Потому что, какую железку бы вы не придумали, то есть, какую бы технологию бы вы не придумали, этой технологией до сих пор работают люди. Этими железками работают люди. И если человек грамотный, значит, он, как говорится, и палкой пробурят. А если человек, ну, не совсем, так скажем, тянет на свои, на заявленные компетенции, ну, значит, ты ему хоть за миллиард дай технологическое оборудование, он все равно ничего толком не сделает. Итак, коллеги, на этом у нас... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok